Коллеги, рядом со мной Вероника Глебова, компания Prof.Industry. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я рада вас видеть на этой площадке. Как всегда, приятно встретиться с людьми, с которыми уже знакомы, поработали. И ежегодно, традиционно встречаемся на этом мероприятии, на этой площадке. Нам тоже очень-очень приятно, и нам еще приятно, что вы являетесь спикером нашей деловой сессии. Хочется сразу узнать, какая была тема? Тема была насущная, но ежегодная. Ежегодно насущная. Это была закрытая финансовая сессия, на которой ежегодно встречаются, собираются коллеги из финансового мира, казначей, финансовые директора, ритейла в Сия-Руси. И в этом году у нас был даже некий аншлаг. У нас было порядка 200 человек на сессии, зал был полный. Мы обсуждали текущие проблемы, с которыми столкнулся финансовый мир, ритейла. С наличными, безналичными, проблемами с банками, вопросами, новыми задачами. И дискуссия была живая. Обсуждали много вопросов. И после дискуссии мы не могли разойтись. Да, и продолжили даже за кулуарами. Была ли какая-то интересная поднята тема в споре? Или, может быть, какое-то решение было найдено? Или, в принципе, вы говорили о насущных проблемах, которые всем абсолютно понятны, известны. И продолжается работа по решению их. Ну, интересно то, что ежегодно мы поднимаем вопрос о наличных денежных средствах, об обращении. В этом году и в прошлом году, собственно, с началом пандемии, я бы сказала, уже третий год, это особо острый тренд. На эту тему высказываются различные направления ритейла, очень активные. И фуд, и нон-фуд, и дроггери. Это разные наши коллеги. Мы обсуждали то, как справляться с потоком наличных денежных средств, который сильно увеличился. Как изменилась инкассация, как изменилась ценность денег в режиме онлайн для ритейлеров. Сколько стали стоить деньги. И как эффективно обрабатывать и контролировать выручку и поток наличных денежных средств на торговых точках для любой организации. Как всегда, приходит на помощь онлайн-кассация, приходит на помощь депозитная машина. И могу сказать, что новые функции, новые сервисы, платформы, они плотно входят в жизнь и активно пользуются спросом у ритейлеров. И спасают их от таких новых проблем и каких-то, наверное, давно забытых старых. Это очень интересная тема. Ковид научил нас, что нужно отказываться от наличных денег, нужно использовать онлайн, потому что это гораздо чище, лучше, быстрее, сразу видно все в электронном виде. И при этом, при всем последние события показали, что люди пошли снимать свои средства и расплачиваться максимально наличностью, потому что опасаются за свои онлайн-сбережения, которые лежат где-то там, нельзя их пощупать. Поэтому, надеюсь, вы как профессионал найдете баланс в этом всем, чтобы всем было удобно. Спасибо вам большое. И может, еще какие-то напутственные слова всем участникам рынка от вас. Напутственные слова, берегите деньги, пользуйтесь современными сервисами. СБП и наличные онлайн-кассации сейчас спасает. СБП выручает тех людей, которые пришли неподготовленные на торговую точку, расплачиваться телефоном и забыли, что он не работает. Те точки, в которых СБП не подключен, там расплачиваются наличными как альтернативы. Поэтому вот эти два сервиса, которые наиболее выгодно, наиболее доступны ритейлу, набирают обороты, пользуются спросом. И я всем рекомендую заранее обеспокоиться о будущем, о том, что будет завтра, подготовиться, чтобы не было мучительно больно, сделать правильный выбор. Спасибо огромное. Спасибо.